В день Конституции Республики Беларусь в Гродно у памятника воинам и партизанам в парке имени Жилибера зажгли огонь созидания. Это событие стало стартовой точкой в проведении акции «Память мир созидания», а зажженное пламя – ее символом. Далее вечный огонь отправился в Новогрудский район, а после в Карелический, Ивьевский, Сморгонский, Островецкий и Ашмянский районы. В итоге огонь был передан и на Вороновскую землю. Здесь по случаю передачи пламени организовали торжественный митинг. У могилы жертв фашизма собрались представители разных поколений, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложить цветы к памятному знаку. Как символ стремления к миру и созиданию рядом с захоронением был высажен клён. Заключительным этапом мероприятия стала церемония передачи огня созидания от заместителя председателя Вороновского районного исполнительного комитета Галины Шарко, заместителю председателя Литского районного исполнительного комитета Геннадию Владыка. Вороновский район принял эстафету огня созидания, эстафету мероприятия «Память мир созидания» от Ашмянского района. Эти дни память и мир, и созидание находились на Вороновской земле для того, чтобы мы все отдали дань исторической памяти и направили все свои силы на созидание, на рост благосостояния наших людей. Ну и очередная акция от района района. Сегодня мы передаем огонь созидания Литскому району как символ созидания Литской земли и желания процветания всей нашей родной Беларуси. Районный этап акции «Память, мир и созидание» на Литской земле прошел в формате автопробега. Представители общественных объединений, учреждений и организаций региона, работники предприятий и просто активные молодые люди создали колонну из более 30 автомобилей. Одной из точек маршрута участников акции стал строящийся микрорайон «Север». Здесь у детского сада «Северное сияние» состоялась торжественная высадка дерева мира. Далее колонна автомобилей отправилась к Кургану бессмертия. У мемориала состоялся митинг «Память», в ходе которого участники акции почтили память погибших в военные годы минутой молчания. Акция состоит из трех позиций. Память – это то, что мы помним, какой ценой досталась нам свобода и независимая нашей страны. Мы помним тех, кто заслужил, кто дал возможность жить в свободной, независимой Белоруссии. Мы вечно будем ценить их память и будем беречь ее в своих сердцах. Мир. Мы живем в мирном государстве. Мы видим, что происходит в сопредельных государствах. Мы ценим мир и безопасность в нашей стране. И созидание – третье слово этой акции. Мы видим, сколько в нашем государстве создается объектов. Строится объектов социальной структуры, школы, больницы. Мы видим, сколько строится жилья, как возводится новое предприятие. Это все происходит в мирном, свободном государстве. Вот эти три позиции мы отразили в рамках этой акции. Мы сегодня собрались на первой площадке у строящегося детского сада на 190 мест в новом строящемся микрорайоне Север. Это показывает отношение государства к людям, к новостройке, о том, что наше государство является социальным. И оно беспокоится о каждом гражданине, будь то ветеран, будь то маленький граждан нашей страны. Акцию мы завершаем на памятном месте, на нашем кургане, где собраны все исторические моменты Великой Отечественной войны. Этот курган – это точка памяти, точка боли всех личан и жителей, и гостей нашего региона. Это место, на котором мы скорбим, и которое мы помним, и которое мы бережем, потому что тут собрана наша история, собрана история тех людей, которые завоевали нам мир и независимость, дали нам жить спокойно в предстоящей Белоруссии. Сегодня тот огонь, который являлся огнем сердец людей, погибших во время Великой Отечественной войны, воинов, простых мирных жителей, этот огонь горит в нашем сердце. В ходе митинга состоялась церемония передачи вечного пламени следующему участнику эстафеты. Факел с огнем созидания зажег председатель Дятловского районного исполнительного комитета Андрей Садовский. Именно там в дальнейшем проведут патриотическую акцию «Память мир созидания». Конечно, у нас есть такие места памяти в районе, которые мы очень ценятся нашими жителями. Места сакральные, это места, сожженные деревень, где мы обязательно автопробегом посетим. Вообще, трагедия, трагическая история самой Великой Отечественной войны. Именно в Дятловщине было сожжено семь деревень, погибло более двух тысяч мирных жителей. Поэтому, конечно, это мероприятие мы проведем достаточно достойно, и мы должны быть достойны памяти того героического, легендарного прошлого, той страницы, к сожалению, очень трагической для нашего региона. Для молодого поколения, для нас тоже не лишним будет напомнить, что какой ценой этот мир достался. Вот, это ценой, конечно же, жизни, жизни людей. И самое главное, сберечь мир, сберечь мир в себе, в сердцах, чтобы мы были едины, единым народом, единой нацией. И хотя мы вот сопредельные регионы с вами, но мы едины как область, как вся страна. И вот такие мероприятия, они только нас объединяют. Огню созидания предстоит побывать во всех регионах Гродненской области. В каждом из них проведут торжественное мероприятие, посвященное символам акции. После выполнения своей миссии, Вечный Огонь вернется к своей стартовой точке – городу Гродно, где в День Победы областная акция придет к своему завершению.